Всем здравствуйте! Я рада вас всех сегодня здесь видеть. Меня зовут Мария Андреевна, и я сегодня вам расскажу о том, кто такой геофизик. Я где-то услышала шутку, что быть технарём — это значит, прежде чем ответить, кем ты работаешь, провести маленькую полчасовую лекцию, о чем ты вообще говоришь. Вот сегодня у нас как раз будет такая небольшая лекция, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что когда меня друзья спрашивают, я преподаватель в университете, а что ты преподаёшь? Или там врач, например, спросит, а что вы преподаёте? Мне всегда это вызывает смех, потому что я преподаю интерпретацию данных геофизических исследований скважин, и, естественно, это никому ни о чём не говорит. Скважина — это горная выработка, длина которой во много раз превышает её диаметр, сооружённая без доступа человека. То есть для того, чтобы изучить богатство и тайны наших недр, нам не нужно туда спускаться, нам нужно просто пробурить скважину, глубина которой может быть 2, 3, 4 и более километров. И приступает к работе геофизик. Геофизические исследования, сокращённо ГИС, — это скважинная геофизика. То, как раз, чем я занимаюсь. И геофизика — это изучение недр Земли посредством физических полей. Вот как выглядят скважины. Это фотографии реальные скважины изнутри. Вот это скважина, в которой в неё ещё ничего не опущено. Это реальные её стенки на большой глубине. Вот это вот горная порода. А в эту скважину уже была спущена стальная колонна. И вот эти вот дырки — это коррозия в стенке скважины. А вот эти чёрные маленькие капельки — это нефть поднимается на поверхность. Конечно, очень интересно. Можно ещё предыдущие посмотреть в скважину своими глазами с помощью видео или фотографии. Но это малоинформативно. Это нам только даст понимание, что здесь есть визуально. Но мы хотим найти на глубине нефть, газ. И для того, чтобы это сделать, нам надо изучить непосредственно то, что находится на глубине. А для этого нам необходимо спустить на глубину геофизические приборы. Вот некоторые из них вы видите здесь. Я потом про них немножечко расскажу. И после лекции вы сможете попробовать их взвесить и сфотографироваться с ними. В общем, сделать с ними всё, что вам захочется. Спускаются эти приборы с помощью специальных установок разных наземных. Вот так вот выглядит человек, который в своём таком вагончике спускает в скважину прибор. Вот как раз такой, как у нас лежат внизу. И также можем мы спускать приборы в скважины, которые проборены в море. Ну, это просто тоже ещё фотографии приборов. Как бы всё это большие, огромные железки. Ну, это просто тоже ещё модификации. Зачем нужны геофизические исследования скважин? Что они позволяют нам узнать? Во-первых, первый основной блок задач – это изучение геологических разрезов скважин. То есть разведка месторождений. В частности, нефти и газа. Второй блок задач – это изучение технического состояния скважины. То есть какие у неё стенки, есть ли коррозия в колонне, которую мы спустили на глубину и так далее. Следующие задачи связаны, когда у нас нефть уже добывается. И мы хотим узнать, как это происходит. На этапе разработки месторождения, добычи нефти, тоже применяются геофизические исследования. И к геофизическим исследованиям также относятся работы по отбору образцов и исследованию образцов. Я к ним потом попозже обращусь. Значит, основные, самые важные и интересные задачи решаются на этапе поиска углеводородов, то есть нефти и газа под землёй. Это изучение геологических разрезов скважины. Ну, разрез, потому что мы скважиной как бы прорезаем глубь нашей земли, наших недр. На какие вопросы мы можем ответить с помощью геофизических исследований вот этими вот приборами? Какие породы находятся на глубине? Ну, то есть, например, известняк, вы его все видели, как облицовочные детали на домах. Песчаник тоже используется в качестве облицовочного материала. Глина, вы её видели в качестве мягкого пластичного материала, но под землёй она выглядит немного по-другому. Уголь, каменная соль и так далее. То есть это какие породы находятся под землёй? Где конкретно присутствуют нефть, газ и вода? Они называются флюидами. Далее мы можем определить, из чего состоит порода. То есть не просто песчаник, а какой у него химический состав, какие там есть примеси. Тоже мы это можем узнать. Какие свойства породы конкретной у нас на этой глубине? Какие свойства насыщающих флюидов? Сколько именно флюида содержится в данной конкретной породе, в данной точке? Сколько флюида эта порода сможет отдать? Потому что не вся нефть, которая содержится в горной породе, сможет быть извлечена на поверхность. Самый лучший процент, считается, к которому мы стремимся, это 35%. Но на самом деле чаще бывает гораздо меньше. То есть под землёй большая часть нефти остаётся. Какие давления нас ожидают на глубине? На глубине нас могут ожидать очень высокие давления, в несколько раз превосходящее атмосферное. И так как у нас должны работать приборы на глубине, мы обязательно должны знать, с какими давлениями они столкнутся. И также мы можем узнать, где оптимальнее пробурить горизонтальную скважину. Скважины не всегда бурятся вот так. Иногда на какой-то глубине они начинают буриться строго горизонтально. Я говорила, что геофизические исследования – это исследование геологического разреза нашей Земли с помощью физических полей. И мы используем буквально все возможные физические поля. Мы используем электрические поля, магнитные, ядерные, то есть это радиоактивные, термические, акустические, геохимические, механические и другие методы ещё существуют. И мы сейчас коротко рассмотрим по основным методам, как же с помощью геофизических исследований мы можем определить, какие породы находятся на глубине. И коротко, как вообще работают вот эти геофизические исследования. Первый метод – это самый простой. Вот здесь у меня схема, как выглядит скважина. Вот у нас есть скважина, она серенькая, потому что она заполнена обязательно жидкостью, специальной жидкостью, в которой всё функционирует. И, допустим, скважина у нас пересекла разные породы. Вот здесь изображены их реальные фотографии, а это их обозначение. Плотный известняк, я говорила, как облицовочный камень, только это может быть ещё плотнее. Глина тоже более такая плотная, но содержащая много воды, так же, как мы с вами привыкли видеть глину. Песчаник, насыщенный газом, нефтью или водой. После того, как мы пробурили скважину, раствор, который в ней находится, он начинает проникать вглубь пласта. Но не любого пласта, а только того пласта, который может пропускать через себя жидкость. Он может нам отдать газ, нефть, воду, но, соответственно, и в себя может вобрать то, что находится внутри скважины. И он в себя вбирает. В этом растворе, который находится в скважине, есть во взвешенном виде частицы. И когда раствор проникает в пласты песчаника, эти взвешенные частицы оседают на стенке скважины. Глина. Мы знаем, да, из которой лепят горшки, например, она пластичная такая. Если она, например, подсохла в процессе того, как мы лепим горшок, мы что? Мы ее смачиваем, и она в себя воду вбирает. Точно так же она себя ведет и на большой глубине. Мы пробурили глину, и она начинает вбирать в себя воду из скважины. Она разбухает и вываливается в скважину. И поэтому здесь образуется такая называемая каверна. Ну, то есть большое увеличение диаметра нашей скважины. Мы спускаем специальный прибор, называется каверномер. Он просто измеряет диаметр скважины. У него есть такие рычаги, они прижимаются к стенкам скважины и, соответственно, вот так вот играют туда-сюда, так сказать, и измеряют нам диаметр. В плотной породе на диаметр ничто не влияет, и он будет точно такой же, как был изначально у скважины. В глине диаметр скважины будет больше, чем он был изначально, а в песчаниках, которые были изначально насыщены нефтью, газом и водой, в них будет диаметр скважины меньше, чем номинальный, то есть это начальный диаметр, из-за того, что налипла такая вот корка из взвешенных частиц из раствора. То есть мы уже видим, что вот эти вот основные породы, которые мы хотим идентифицировать, они уже отличаются даже по поведению диаметра скважины напротив них. Следующий метод, тоже довольно простой, вернее, это не метод, это группа методов, которые основаны на электрическом или электромагнитном взаимодействии. Вот здесь у меня, например, в разрезе один из приборов, который как раз относится к электрическим методам. Значит, мы просто испускаем электромагнитную волну или электрический ток в породе. Электромагнитная волна проходит через породу и возвращается обратно на наш прибор. Когда она проходит через породу, ей оказывается сопротивление электрическое. И как раз электрическое сопротивление мы измеряем. Плотный известняк, плотная порода оказывает значительное сопротивление электрическому току. И поэтому сопротивление большое. Глина. В глине много воды. Вода хорошо проводит электрический ток. И сопротивление поэтому маленькое. Если у нас порода насыщена газом или нефтью, нефть и газ не проводят электрический ток. И сопротивления, опять же, большие. Они меньше, чем в плотной породе, потому что даже если порода насыщена нефтью и газом, все равно там есть какая-то часть воды, которую немножко электрический ток проводить будет. Поэтому здесь показания будут чуть-чуть поменьше. И если порода насыщена водой, то показания будут низкие, потому что вода хорошо проводит электрический ток. Таким образом мы можем легко определить, где у нас есть какие-то интересные для нас отложения и где песчаньки, насыщенные только водой. Следующие методы уже пойдут радиоактивные, ядерные. Вот это один из самых простых. В нем нет никаких источников. Просто регистрируется гамма-кванты. То есть это обычный дозиметр, так сказать, радиометр, но сконструирован специально для скважинных условий. Мы его просто опускаем в скважину, он обязательно должен быть прижат к стенке, и измеряем радиоактивность. Плотный известняк – совершенно не радиоактивная порода. И там будут минимальные значения радиоактивности. А вот глина – это одна из самых радиоактивных пород. Но вы не пугайтесь, самая радиоактивная она по сравнению со всеми остальными под землей. В принципе, ее радиоактивность измерима с радиоактивностью воздуха, если идти вдоль Ленинского проспекта. Конечно, то есть радиоактивнее, чем на даче, но одна из самых радиоактивных пород. С урановой рудой не сравнишься, с урановой рудой там будут зашкаливать все дозиметры. Почему глина такая радиоактивная? Глина состоит из маленьких-маленьких частичек. И эти частички впитывают в себя, адсорбируют всю радиоактивность, которая была, можно сказать, в воздухе в тот момент прошлого времени, когда глина образовывалась. Она адсорбирует на себя эти радиоактивные частицы и оставляет их в себе, задерживает, никуда не отдает. Поэтому она такая радиоактивная, в ней показания будут высокие. В песчаниках тоже есть незначительное количество глинистого материала. Поэтому они тоже немножко радиоактивные, но не сильно. И поэтому показания здесь будут небольшими. Что мы еще можем измерить? Еще мы можем измерить плотность породы. Как мы это делаем? Мы теперь уже добавляем радиоактивный источник. Вот он уже будет значительно радиоактивный. Спасть с ним в обнимку, как с мишкой, нельзя, к сожалению. Но работать, соблюдая всю технику безопасности, можно. Мы опускаем в скважину специальный источник, который испускает гамма-кванты. Гамма-кванты летят в породу, и там происходят столкновения с электронной оболочкой атомов. Они там сталкиваются, сталкиваются, сталкиваются много раз, теряют свою энергию и прилетают к нам обратно на прибор. Чем больше плотность у горной породы, тем больше будет столкновений, больше энергии потеряется, и, соответственно, меньше гамма-квантов сможет прилететь обратно на приемник. Поэтому в плотной породе будет регистрироваться высокая плотность. Глина, она тоже достаточно-таки плотная. Ну, не максимальная такая повышенная плотность. Газ, как мы понимаем, он неплотный, он легкий. В нем будет пониженная плотность, потому что все-таки это же не чистый газ, это газ, находящийся внутри породы. Но плотность в нем ниже по сравнению с породой, насыщенной нефтью или водой. То есть вот так вот по этому методу мы можем отличить, где находится нефть, а где находится газ. Еще мы можем привлечь метод нейтронный. У него есть несколько модификаций. Мы испускаем из источника нейтроны, а прилетают к нам обратно на приемник либо гамма-кванта, либо те же самые нейтроны, но которые потеряли свою энергию во время столкновений. Чем больше, опять же, столкновений произошло, тем меньше нейтронов прилетит к нам обратно. Но здесь есть один маленький нюанс. Нейтроны взаимодействуют с разными атомами по-разному. Есть уникальный, особенный атом водорода, который лучше всего взаимодействует с нейтронами и больше всего влияет на изменение их свойств. И поэтому именно с содержанием атомов водорода связаны показания вот этих вот методов. Чем больше атомов водорода, тем меньше будут показания прибора. Вот эта вот кривая уже по количеству атомов водорода на единицу объема. Водород у нас содержится где? В воде H2O, в газе метан CH4 и в нефти, которая содержит в себе сложные углеводородные компоненты. В известняке нет воды, соответственно, показания минимальные. В глине очень много воды, показания максимальные. В газе газ обладает маленькой плотностью, поэтому показания будут пониже. В нефти и в воде много атомов водорода, но не настолько много, как в глине, поэтому показания будут средние. И еще мы можем использовать акустические методы. Вот здесь лежит часть акустического прибора. Он в таком прорезиненном, обрезиненном корпусе для того, чтобы акустическая волна не шла по самому прибору, а шла только через породу. Мы испускаем акустическую упругую волну, она идет через породу, возвращается к нам на приемник, и мы регистрируем время прохода акустической волны. В плотных породах это время маленькое. Если вы помните фильмы про индейцев и ковбоев, индейцы прикладывали ухо к земле, чтобы услышать приближение конницы, партизаны слушали по рельсам. Почему? Потому что по плотному веществу быстрее передается акустическая волна, то есть время нужно меньше, чем по воздуху. Поэтому в самой плотной породе время пробега волны будет минимальное. У глины не такая большая плотность, поэтому здесь будут повыше показания. У газа плотность еще меньше, показания будут еще выше. И у нефти с водой относительно газа плотность побольше, поэтому здесь времени нужно будет волне поменьше, для того чтобы преодолеть расстояние в один метр. Вот так вот выглядят в итоге кривые в реальной скважине, в реальном разрезе. Здесь вот от этого места до этого 100 метров. Можно следующий? Вот еще одна скважина тоже. Здесь большой комплекс записан разных исследований. Зачем нам нужно так много исследований? Ну, я вам показывала только самые распространенные породы, которые могут быть под землей. Но их на самом деле очень большое разнообразие. И я вам раньше говорила, что мы хотим узнать не только, какие породы находятся на глубине, но и много чего посчитать. Сколько нефти, сколько воды, сколько газа, сколько мы сможем получить этой нефти, компонентный состав разных пород. И для этого нам нужна обширная группа методов, которые позволят нам все это посчитать. Ну, это вот еще один тоже разрез. Что значит теригенный и карбонатный? Вот здесь у меня написано теригенный разрез. Терра – это земля. Значит, теригенный разрез – это разрез, представленный породами, которые образовались из, ну, так сказать, из тех же пород той же земли. Это глина, это песчаник. Песчаник разрушается, образовываются маленькие песчинки, которые потом складываются в другой песчаник. А до этого у нас были картинки с карбонатными разрезами. Карбонатные разрезы уже образовываются по-другому. Вот вы наверняка видели там в метро, например, облицованные стены с ракушечками. Это живые организмы. Они помогали, участвовали в образовании вот этих вот карбонатных пород. Известняков, доломитов, разных солей. То есть есть преимущественно какие-то участки в земной коре, которые образовывались в тех или иных условиях и, соответственно, сложены теми или иными породами. И я говорила, что геофизики не только проводят измерения приборами в скважине, они еще и занимаются тем, что изучают непосредственно отобранные образцы из самой скважины. Эти образцы называются керн. Вот мы можем бурить скважину таким долотом, который будет всю породу измельчать, разрушать и в виде такого как гравия мы будем эту породу получать на поверхности. И по вот этим крупицам мы тоже можем что-то узнать, но хорошего представления о породе мы не получим. А чтобы наиболее лучшим способом ее изучить, мы можем бурить таким специальным цилиндрическим долотом, вот так вот отпиливая, так сказать, горную породу по окружности и получая вот такие цилиндрические образцы на достаточно протяженном объеме. Мы можем их получать. Потом из этих огромных образцов мы можем выпиливать маленькие, которые удобно изучать в лаборатории. Вот, например, у меня здесь приведены вот это вот так называемый полноразмерный керн. То есть это вот такой вот был диаметр у скважины, из которой его отобрали. Вот непосредственно в таком положении породы находились в скважине. Вы тоже потом можете их посмотреть. Вот он такой темненький, потому что он весь насыщен нефтью. Он даже пахнет нефтью. Вот этот вот светленький с черными такими мазками. Он очень плотный, потому что это известняк. Но в нем есть трещины, и в этих трещинках тоже есть нефть. Вот это был, вот так вот располагался относительно скважины. Тоже был кусок, но он разрушился, пока поднимался на поверхность. Вот это тоже порода темная, потому что она вся пропитана нефтью, тоже очень плотная. А вот это уже маленькие образцы, тоже нефтенасыщенные. Они располагались вот так относительно земли, потому что они были выпилены вот в таком направлении. И по ним уже в лаборатории изучают свойства. А вот этот образец, он не нефтенасыщенный. Он интересен тем, что вот так вот располагается относительно земли. То есть этот образец, поднятый скважины, не вертикальный, а расположенный под углом 60 градусов к вертикали. То есть это наклонный ствол. На этом месторождении работал мой товарищ. Он принес мне его в подарок. Вот это вот диаметр непосредственно скважины, которая была пробурена. Вот здесь представьте себе вертикальная часть ствола, а потом пошла горизонтальная часть ствола. И вот на этой горизонтальной части ствола проводились исследования. Получались кривые, которые вы видели на слайдах. И вот эти кривые уже я обрабатывала. Обрабатывала и получала количественные значения, содержание нефти на глубине и так далее. А вот этот вот образец получен, пока мы еще не дошли до насыщенного нефтью горизонта. Ну, на этом у меня все. Если у вас есть вопросы какие-то, я буду рада на них ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ